Специалисты федерального канала назвали сильнейших игроков клубов КХЛ за всю 12-летнюю историю лиги. Кто из южноуральцев вошел в символическую сборную трактора? Артур Ишпулатов расскажет в обзоре спортивных событий. Канадец, два американца, чех, финн и россиянин Евгений Кузнецов. Такой видит символическую сборную трактора специалисты федерального спортивного канала за 12 лет существования КХЛ. Голкипер Майкл Гарнетт вратарь провел в составе черно-белых 4 сезона и заслужил любовь болельщиков надежной игрой. Защитники – американцы Дэрен Квинт и Ник Бейлин. Первый выступал за трактор 5 сезонов, второй – 3. И в каждом Ник Бейлин становился лидером по результативности среди защитников. Нападающий Евгений Кузнецов, Петри Контиола и Лукаш Седлок – чешский легионер. Лукаш Седлок отличился в год своего дебюта в КХЛ своим снайперским рекордом в 23 шайбы. Петри Контиола в 2013 году становится лучшим бомбардиром команды, а самый яркий воспитанник трактора, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов еще до покорения НХЛ блистал в родной команде. Трижды был лучшим бомбардиром, причем первый раз в 18 лет. И сегодня заслуженному мастеру спорта Евгению Кузнецову исполняется 28 лет. Знаменитый земляк, уже обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. Этот легендарный трофей, любимец Челябинского и Заокеанского хоккея, два года назад привез в столицу Южного Урала. Из него в Америке ели черную икру, а в России, по старой доброй традиции, пельмени. Кузнецов Евгений Кузнецов женат, у него двое детей. Вместе со своей супругой Анастасией Зиновьевой пара живет в Соединенных Штатах Америки. Евгений продлил контракт с Вашингтон Кэпиталс до 2025 года. Доход хоккеиста сейчас составляет примерно 10 миллионов долларов в год или 700 миллионов рублей. О шахматах. В чемпионате Европы по онлайн-шахматам выступят пятеро челябинцев. Состязания в дистанционном режиме стартуют 29 мая. В турнире среди игроков с самым высоким рейтингом будут участвовать и наши земляки, тренеры-воспитанники Челябинской спортивной школы по шахматам и шашкам. Мастер международного класса Александр Гутенев и ученик-гроссмейстера Татьяны Шумякина Ярослав Ремезов. По словам Александра Гутенева, это будет интересный опыт, но есть и трудности. Во-первых, нельзя никогда исключить при игре в интернете в шахматы риск того, что твой соперник будет играть нечестно, то есть пользоваться подсказками. Хотя меры, конечно, для этого принимаются, и меры серьезные, но полностью на 100% обезопасить себя от этого нельзя. Во-вторых, многое зависит при игре в шахматы, в интернете от таких факторов, например, как твой интернет, скорость соединения от того, какая у тебя мышка и как она у тебя дернулась, не дернулась. Также в состязаниях в режиме онлайн за призы поспорят юные челябинские шахматисты Денис Даниленко, Ярослав Лебзак и Анфиса Мещерякова. Добавлю, что победитель главного турнира получит 1200 евро в серебряный и бронзовый 800 и 700 евро соответственно.